В эфире радио «Голос надежды» программа «Территория разумного замысла». В мире растений и животных мы можем наблюдать гениальные инженерные решения, поразительное разнообразие самых оригинальных и хитроумных приспособлений для различных сторон жизнедеятельности организмов. Зрительные и слуховые системы, электрические органы защиты и нападения, эхолокация, биолюминесценция, летательный аппарат и многое другое. Чтобы спроектировать подобные системы, требовался инженер высочайшего класса. Что категорически говорит, эволюции нет. Весь мир природы. Например, причудливые создания, как жук-бомбардир с его огнеметом, рыба-брызгун, которая сбивает в воздухе насекомых струей воды с поправкой на преломление света, пчела, которая производит математические расчеты расстояний до цветущего луга с нектаром. Мир растений и животных демонстрирует поразительные примеры проектирования высочайшего уровня. Зрительные и слуховые системы, летательный аппарат у птиц, летучих мышей и насекомых, эхолокационные системы у летучих мышей и дельфинов, электрические органы для защиты и нападения у рыб, реактивные системы передвижения у морских беспозвоночных, биолюминесценция и биомагнетизм, терморегулирующие устройства. Нельзя не упомянуть и про архитектурно-строительные решения в деятельности пчел и бобров, гидротехнические приспособления у водных обитателей для погружения в воду и передвижения, буровые и сверлильные приспособления у моллюсков, жуков, червей, растений, передвижения пауков по принципу гидравлического домкрата, передвижения амфибий и рептилий с помощью пневматического механизма. Впечатляют также теплоизоляционные системы у растений на основе губчатой ткани или многослойных чешуйчатых оболочек. Удивляют также движения растений с использованием принципов гидравлики. Удивляют и опреснительные системы у растений и морских птиц, удивляют многочисленные хитроумные устройства для распространения семян и плодов, а также многое другое. Давайте приведем примеры конструкторских решений, которые были заимствованы из окружающего нас мира. Наука Бионика занимается поиском таких идей. Конструкция Эйфелевой башни в Париже вдохновлена структурой головки бедренной кости человека. Данная кость легко выдерживает тяжесть тела. Застежка-липучка позаимствована у плодов репейника. Репейник имеет свойство цепляться за одежду. В свою очередь, застежка-молния позаимствована у пера птицы. Структура листьев лотоса подсказала создание самоочищающихся покрытий. Они эффективно отталкивают воду и грязь. Создание обшивки водных судов по подобию несмачиваемой эластично упругой кожи дельфина позволило увеличить их скорость. Создан также искусственный аналог паутины – кевлар. Данный материал используется для приготовления бронежилетов. По принципу действия эхолокатора у летучих мышей был спроектирован прибор для слепых. Подобным образом работают и современные радары. Погружение подводной лодки осуществляется с помощью закачивания воды в специальные камеры. Данная технология также позаимствована в мире природы. Точно так же делают это морские головоногие моллюски-наутилусы. Полет стрекозы вдохновил проектировщиков на создание вертолета. А структура крыла стрекозы вдохновила исследователей на создание крыши Мюнхенского олимпийского центра. Можно привести целый ряд других подобных примеров. Ученые видят большие перспективы использования инженерных решений, которые имеются в живой природе. Так называемые анализаторные системы животных включают отделы, которые воспринимают внешние сигналы и проводят информацию в мозг для обработки и анализа. Данные системы неизмеримо совершеннее и качественнее, чем созданные человеком технические устройства. Например, термочувствительный орган гремучей змеи реагирует на колебания температуры в 0,01 градусов по Цельсию. Электрорецепторы некоторых рыб реагируют на колебания потенциала в сотые доли микровольта. Глаза многих животных реагируют на единичные кванты света. Интересный пример – небольшая тропическая ящерица геккон. Лапка геккона способна прилипать даже к полированной поверхности за счет колоссального увеличения контактной площади с помощью мельчайших щетинок. Их содержится 5000 на одном квадратном миллиметре. Каждая из этих щетинок имеет до 1000 разветвлений. Ученые пытаются скопировать данную технологию. Надо сказать, получается пока не столь успешно, как в природной технологии. Когда человек развивает технологии, люди во многих случаях используют примеры из живой природы. Они пытаются скопировать инженерные решения, которые уже существуют в мире растений и животных. Не всегда это получается, чтобы добиться высокого коэффициента полезного действия, экологической безвредности, минимизировать энергетические и материалы затраты, чтобы достичь наблюдаемой в природе прочности, износостойкости. Подобные характеристики порой очень трудно воплотить в своих изобретениях. И даже когда человеку удается что-то самому спроектировать и создать, он с удивлением обнаруживает, прообраз этого уже есть в природе. Если человеческий разум, способности и знания не в силах создать нечто подобное, другой разум или другая сила сделали это. Когда мы наблюдаем различные технологии в природе, мы не можем не задаться вопросом, могла ли постепенно, пошагово развиваться система щетинок гекконовой конечности. С малым количеством щетинок лапка плохо прилипала бы к поверхностям. Это не давало бы дарвиновских преимуществ геккону все легче и быстрее передвигаться вертикально и вниз головой. Человек создает технологии, проявляет чудеса изобретательности и конструирования. Все это делает человек благодаря своему разуму и знаниям. Гениальные решения в мире природы также свидетельствуют о разуме, который неизмеримо более могуществен и более изобретателен. И это разум Бога, Творца неба и земли. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. Субтитры создавал DimaTorzok